Самые сильные, быстрые и ловкие отметили 14 августа день физкультурника на стадионе Старт, где стартовал фестиваль «Готов к труду и обороне». Свою готовность взять высоты, скорости и нормативы физкультурно-спортивного комплекса проявили 145 участников в возрасте от 6 лет и старше. В 2019 году фестиваль подразумевал, что именно для молодежи, для работающей молодежи. А в этом году мы пошли дальше, мы сделали фестиваль для всех слоев населения, начиная от маленьких, с первой ступени, где 6,5 лет, и старше 70 лет. И в этом году мы намного больше задействовали самих испытаний, в том числе и бег, и метание меча, и метание снаряда, как по максимуму. Во время торжественного открытия фестиваля глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков удостоил благодарственных писем лучших тренеров спортивных секций, а также отметил достижения юных спортсменов. Чтобы Саша знали все в Салде, Саша в сезоне выполнил норматив мастера спорта России по пауэрлифтингу на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге. А также стала победительницей УРФО по пауэрлифтингу в классическом трейборе, тренер Вадим Мигачев. У каждого зарегистрированного участника была своя карточка, согласно которой спортсмены должны были пройти обязательные испытания. Для получения золотого значка взрослым предстояло хорошо сдать нормативы по 8 направлениям, а вот детям достаточно было семи. В прямую отношусь к спорту, потому что я занимаюсь плаванием уже, по-моему, четвертый-пятый год в «Чайке». Тренер у меня Ольга Петровна. Сподвиг на меня как бы тренер и папа, он тоже сдает со мной, он тоже мой мотиватор большой. Поэтому я тоже решила, думаю, папа, если сдает, думаю, и я, чем я хуже. На ГТО встречались целые семьи. Одни пришли поболеть за своих, другие все вместе сдавали нормативы. Раньше не участвовали, а насчет участия, ну, просто решили проверить свои силы, насколько мы физически подготовлены, и над чем нам стоит еще поработать. Дочку с собой взяли? Да, ее тоже проверить, чтобы у них был стимул, подаем, например. Но строим только на золото, участвуем, все, что под себя подобрали, подтягиваемся, прыгаем, и метаем, и стреляем даже, и плаваем. В каждой возрастной категории был свой обязательный список нормативов. В первый день фестиваля спортсмены сдавали легкоатлетические показатели, а на второй нормативы принимали на водных дорожках бассейна «Чайка». Нормативы, которые изначально, я предполагала, что я их сдам легко, то есть это подтягивание, это отжимание, ну, как бы, это нормально. Пресс тоже, в принципе, все женщины делают пресс неплохо, я думаю, да, вот, а бег уже сложнее. Бег 60 метров, это неплохо еще со школы, помню, наклон вперед тоже, то есть нас учитель физкультуры научил в школе, а вот бег 2 километра, к сожалению, это надо готовиться. И по пересеченной местности тоже надо готовиться. Быстро влилась в спортивную жизнь верхней Салды и Евгения Чупалова, инженер-проектировщик цеха номер 65 в СМПО. Женя чуть больше двух месяцев назад вернулась в родной город, прожив в Санкт-Петербурге 10 лет. Мне очень нравится, нравится, что здесь очень активные люди, вот, как-то я влетела в эту Спартакеаду сначала, сейчас в ГТО, и, ну, раньше я, соответственно, когда, ну, вот, была подростком, участвовала во всем этом, и сейчас как-то вернулась, у меня даже ностальгия какая-то. Прошла я бег, получается, прыжки, не удается мне подтягивание, отжимание вообще никаким образом, а так пока что все отлично, рада результатам своим. Летний этап в фестивале «Готов к труду и обороне» завершился. Кстати, у спортсменов была возможность совершить обмен – лето-зима. Тем, кто бегу по пересеченной местности предпочел лыжи, предстоит дождаться наступления зимы. Но ГТО покорны все сезоны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...